Арчванов, руководитель клуба «Космос». Доклад называется «Троица. Выражение человека и целого мира». Спасибо. Спасибо. Ну, я, наверное, на месте нахожусь. Вы знаете, я в энтропиологическом институте делаю третий подряд сообщение. Первое сообщение было о том, что такое метафизические основания учения космизма, а второе было о славянском духовном учении, центральная часть, в котором как раз учение русского космизма занимает или формирует его в достаточной степени. И было показано, что славянское духовное учение, которое учитывает учение русского космизма, это учение, которое парное к Новому Завету, и оно необходимо в системе знаний человечества, потому что все учения парны. А вот сейчас я, опять-таки, продолжу эту линию и скажу о том, о месте русского учения в Троице. Вообще, эпиграфов для моего сообщения, я сделаю простое, всем известное сообщение, значит, еще в Греции, «Познай себя, и ты узнаешь весь мир». А, узнаешь весь мир и богов. И вот сейчас я использую форму Троицы для того, чтобы сказать о всех богах. О всех богах. То есть, вот, что это, значит, у нас, что человек познает, когда познает себя. И в данном случае, конечно, речь будет идти о том, что некоторые подумают, что, ну, там, языческие, а языческие бога ходят. Нет, только монотеистические источники. Вы знаете, что? Я на этот раз тоже сделал. Или уйдите совсем, вот туда разговаривайте. Есть, это нормально. Но нельзя на камеру говорить. Тихо, тихо, друзья, маленький. А вот. Значит, мы будем говорить о некой полноте знаний, которая включает, с собой включает человек. Вы знаете, вот есть очень популярные и очень известные такие высказывания, высказывания, что вот бог один. Бог один. И они говорят, там, допустим, в одном месте, там, в исламе, в индуизме, в шбаизме, и везде бог один. Бог один. И все замучили этим. Вот бог один. И все говорят о разном. Вот. А мое высказывание, что человек один. Человек один. И человек один, он может вмещать вот все учения, которые говорят, вот те монотеизмы, все монотеизмы включаются человеку. И если мы начнем рассматривать вот это, как бы, посвящение человеку, все учения посвящены человеку, да, то мы узнаем и увидим, что в мире основных учений именно столько главных учений, какова емкость человеческого организма, психического организма. Я сейчас покажу вам, значит, каким образом это сделано. Я даже, может быть, значит, человек включает в себя весь мир, и какова его емкость. Мы должны понять, что первым отсчетом мы должны понять, так как культурологию мы знакомы все с культурологией, мы понимаем, что восточный мир изучает человека природного. Природная энергия, одна из основных энергий там сексуальная, то есть вот семь чакр, одна из них точно есть, да, и природная энергия, и энергия типа, ну, жидкость перетекающаяся, да. Если мы рассмотрим учения, учения, относящиеся к миру западному, неиспорченному, я имею в виду западный, неиспорченный мир, да, там учения типа воздуха, и благодать, психическая энергия для тела, да, и в целом мы должны понять, представить, что, конечно, у нас есть емкость человека, я так обозначу. Одна вот верхняя, допустим, относится к человеку психическому, а это человеку природному, и есть верхняя, нижняя. Мне единственное, я хочу сказать, что вот емкость, какова емкость человека? Емкость человека, она такова, что есть человек, это что такое? Это чувство и тело. Это чувство и тело. Значит, у нас есть передние доли наши, правая и левая, передняя доля, они, в общем-то, светлые, чувственные, третий глаз, это чувство. А есть задняя доля, связанная с позвоночником, вот, телесность выражает. Там вот центрально является меду, что по центру головы, да, и, соответственно, у нас есть, что, есть два задних центра, третий, четвертый, и есть первый, и есть передняя доля, первая, вторая, они включены, то есть емкость человека в западных учениях, четыре, и в восточных четыре. Ну, вот в восточных учениях мы понимаем, что основные это, допустим, с йогой связано и с кришнаитами, там, или с буддизмом, они, вишнуиты, все равно, вот, здесь, допустим, эти самые адалосы, и традиционное китайское учение. Чем? Значит, мы говорим о богах. Я сказал, что человек познает всех богов. И для того, чтобы у нас была какая-то ясность, о чем мы говорим, когда мы говорим о каком-то учении, то мы должны четко понимать некое руководство, которое есть в Катхалпунишаде, в древнем писании Катхалпунишаде. И там написано, что учение вообще может быть представлено в виде такого образа, что едет возничий, он управляет полоской с лошадьми, лошадьми управляет, а сзади он везет хозяина колесниц. И вот эта вот картина, в которых есть, значит, два человека, хозяин колесницы и возничий, и там это лошадь, это характеристика учения. Как понять? Значит, возничий управляет лошадьми, и у него лошадь, это как бы чувства, какие-то ведущие, возжие, это ум, значит, сам возничий, это разум, разум связан с чем? С мировой душой, мировая душа, значит, там выше некая переходная, и пуруша. То есть, есть одно учение, которое закрепляет человека на земле. Человека чувства ведут, и ему, и его нужно на земле быть устойчивым. А второе учение связано с Атманом, внутреннее, да? Вот. То есть, в любом учении, когда мы говорим о богах, мы понимаем, в любом учении, в индийском, в этом, значит, в другом учении, там, кришнаэйдском, в исламе, там, и так далее. То есть, по сути, я полсекунды задержусь на том, что тот же самый ислам, если мы будем смотреть, вот, расфуфырено учение, там, и хоть в шиваитов, хоть в исламе, и там, оно идет, ну, так уж все, разукрашено ритуалом, все. А нам нужно, для того, чтобы понимать человека, знать только две вещи. Центр, который координирует и управляет возможностями тела, то есть, чтобы руководить телом, самосознание, там, в нашем учении косметики. И есть центр, который выражает душу, сердце, то есть, вот, по центру находится. То есть, это и есть в исламе, расфуфырено много, хоть в этом самом, там, в учении, которое я сказал, хоть в православии, то же самое, должно быть нечто, что руководит возможностями человека в православии, там, в любых, в христианской конфессии, и учение о сердце. Ну, они, собственно, вот, как бы, в неразвитом виде находятся и то, и другое, но это не означает, что, значит, это не так. И, я хочу сказать, что, когда я беру вот эти вот схемы, я беру их упрощенными, а почему? Потому что, значит, я вот это на два не разбиваю, я просто называю, что такой энергии, такой энергии учения. И поэтому, вот, мы получаем в итоге, что емкость человека природного, это четыре учения, то есть, на природном уровне. То есть, это есть учение йога внутренне, а кришнаитов, внешнее, есть учение даосов, оно внешнее, и учение цигуна, и какой-то энергетики, связанное с китайским направлением, оно внутреннее. То есть, по сути, вот это вот основное учение, монотеистическое, восточное, вот этих четыре, которые я назвал. Вот, и, собственно, вот эти четыре учения, каждое учение расфуфырено, но нас интересует единственное, что выражает человек. То есть, в каждом учении нас интересует, что выражает человек. И, я сейчас отмечу, вот есть четыре учения, которые связаны с Восток, с нормальным, неиспорченным западом, да, есть учения, связанные с плотью, да, энергетика связана с плотью, да, Адама сделали плотного из чего-то, слепили из красной глины и дух Божий. Это тело, а не что другое, не ребро его. И ислам, это энергетика связанная с телом. Два учения парные, они связанные между собой. И есть два учения связанные с чувствами. Вот здесь одно новозаветное, а другое славянское духовное учение, о котором я рассказывал в прошлый раз. То есть парность. Вот в данном случае я показываю, что учение славянское, духовное, монотеистическое, оно обязано быть, что многие думают, что православие это некий перст, который вообще там независимый выше всех и не вписывается в человека. Если учение не вписывается в человека, учение не вписывается в человека, то как оно, что оно человеку дает? То есть обязательно учение должно быть привязано к человеку. И вот все христианские учения, все конфессии, сколько они есть, сотни их конфессий, значит, они исправляют человека по образцу западного человека, то есть исправляют внешнее мышление. А наш славянский взгляд у нас внутренний стержень, называется русская душа. И мы добиваемся того, что называется самостояние в духе. У них опора там какая-то внешняя, у нас внутренний стержень. И если рассмотреть, как связаны природные учения, вот эти части и психические, конечно, они согласуются, можно с любой стороны взять, вот культура, которая есть в мире сейчас, все, что есть, это отдельно взятый человек. А весь мир, который есть вокруг, значит, это есть целостный человек, но разобран. Но давайте посмотрим некие нюансы, которые все-таки я по простой схеме расскажу. Вы знаете, все учения предназначены человеку. Вот есть учения, вот допустим, это что у нас, будем считать, что это левое полужарие, как у меня, левое один, правое два и так далее, три-четыре. Вот посмотрите так, значит, первое учение, левое, оно связано, допустим, это внешнюю ум, это христианское учение, это славянское духовное учение, правое полушарие. Значит, здесь первым соответствует третье, это ислам, а четвертое, это Ветхий Завет. И получается так, что учение дано столько, но не в избытке, а полностью для человека, что есть учение первое и третье, а возможно ли по одном полушарию включить спереди человека, активизировать и сзади. Это невозможно. И таким образом включены Новый Завет и ислам, таким образом включены русское учение и еврейское Новозаветное учение. То есть, по сути, в человека все учения, предназначенные к человеку, не вмещаются. Они все предназначены к человеку, но в одного не вместить. А как можно, значит, вместить все учения? Только тогда, когда есть лаконичное распределение, и вот тезис и мое утверждение о Троице, только три человека вмещают, только три человека могут вместить все учения, предназначенные человеку. Почему? По той причине, что они не сочетаются. И если мы из-за вот этих вот четырех учений, нам нужно выделить отдельно первое учение, это Новый Завет, четвертое учение, это Ветхий Завет, мы их выделяем как отдельное, самостоятельное, и они проявлены как Ветхий Завет и Новый. И остается третье учение, и второе, это учение славянское, вот с русским космизмом связано, славянское духовное учение, и учение ислама. Они очень похожи, потому что, собственно, например, русское учение, база ее космизма, неохватное учение вселенной космизма, да, Аллах тоже не меньше, он такой. У нас только луч восходящий, там нисходящий. И они составляют, вот в данном случае, вот это человек веры, там, это Ветхого Завета, а второе и третье учения для нас представляют некую целостность человека гностика, человека знания, который подтверждение своих знаний несет сам в себе. То есть, по сути, человек, я называю человека вед, человека ведиста, тот, который истину находит в настоящем, и у которого вообще человек знания представляет собой две половинки. Две половинки. Ну, как у нас, как мы скажем, что для нас важнее эмоции, теплые или чувства? Вот кто-то будет говорить, то есть они одинаковые, и есть у нас полосочка связана с чувствами, есть полосочка связана с эмоциями. Это одинаковый строй человека, и человек, вот если человек разобранный, старомодный, с прошлой эпохи, ему будет казаться, ну, как это вот может быть такое, что человек несет в себе два учения, если это учение китайское, а это индийское, разве можно это соединять? Но если исходить, все-таки есть такой уровень рассмотрения человека, в котором эти учения соединяются. То есть мы рассматриваем так, что, да, есть человек целостный, это есть некий уровень, собирающий всего человека, да, а есть части разобранные. И вот в данном случае мы собираем, условно говоря, энергетику, значит, китайская и индийская, они составляют пару. Точно такую же пару представляет верх по отношению к светлой китайской энергии, нашей славянской энергии. А то, что выше йоги, это, мы знаем, суфизм, это та же самая светлая энергия, но верхняя энергия, они психичные, а нижняя природная. И верхняя и нижняя, это тоже составляющие, значит, человека. Ну так вот, я сказал о том, что три человека, вот о троице, нужно сказать, что только три человека могут выражать все учения, посвященные человеку. И через человека можно увидеть и рассказать вот эту вот полноту картины, которая, духовной картины, которая связана с человеком. Если скажут, что есть духовное направление, но в нем нету человека, это как продолжает Достоевского, то я останусь с человеком, а не с этим учением. Потому что все должно быть находить следы в человеке. И есть три направления. Есть три направления, это, значит, я начну, новозаветное учение, это оно дает в будущем церковь, вот из этой церкви получится нормально. Горизонтальное учение ветхозаветное и огнейога проходящее, они мечтают о братстве, и братство будет осуществлено, тоже горизонтальное учение. А среднее направление, в котором остались вот эти вот учения, второе, третье, славянское и ислама, они в параллель. То есть они не то, что как бы слияны и так, что один не могут без другого обходиться. Нет, наоборот. Это я, у меня есть такое выражение, что правая рука не знает, что делает левая. Мы можем самостоятельно жить славянским своим стержнем и обходиться без ислама, и быть человеком знания. Ну, кстати, и ислам может обходиться без нас и тоже быть достойным. Но если по правде рассматривать целостного человека, который состоит там, мужское и женское в основе, да, две половины должны быть. И поэтому, когда они дополняют, то функциональность человека становится еще больше. И вот я сейчас завершу, значит, чем, что когда мы говорим о Троице, то, конечно, это мы говорим о пространстве Троицы, оно не зависит от особенностей народов, государств, является объединительным для мировой культуры. То есть что у нас получается? У нас получается, через Троицу мы увидим все учения, посвященные человеку. И потом появляется некая дополнительность, потому что неслиянность Троицы в том, что мы и в самом деле, вот что означает знание учения первое и третье, да, учение первое и третье. И это как монетка, у которой есть орел и решка, да. Троица вот по такому принципу, но только какую-то треогранность надо представить, конечно, вот, тоже по такому принципу, что мы представляем, допустим, учение там, ислама, это решка, а Новый Завет орел. Это означает, когда мы говорим один, одно учение, другое учение несет такую же размерность. И не зря говорят по Гурджиеву, что человек номер семь в исламе, это чистый христианин. То есть вот эти вот моменты, они исторически закреплены. И, значит, что я хочу сказать, что для чего нужно говорить об этом, вот, о Троице, для чего нужна вот эта вот общечеловеческая картина мира? Ну, наверное, всем вам понятно, единственное, вот, мое достижение, заслуга, я говорю о том, что оно есть, что завершательная часть этого учения, это славянское духовное учение, и необходимость ее я постоянно доказываю. И, собственно, здесь пафосный момент, который относится к нашему времени, я скажу так, что в нашем мире сейчас, в настоящее время, существует, ну, ситуация обычная, как у нас было в 90-е годы. Есть некая крыша, которая крышует наш мир, да? То есть какие-то вот порядочки диктует, там, что-то такое происходит. И, собственно, вот это восстановление духовной картины мира, оно нужно было, чтобы для нас, для всех, понятно, что духовная картина, которая, собственно, с позиции которой мы можем рассматривать все мировые дела. Потому что вот это вот для нас не совсем подходящий момент. Ну, и я завершаю это свое выступление тем, что когда человек входит внутрь учения Троицы, то он приобретает самодвижение, самостоятельность человека. То есть это нужно, и нынешняя эпоха, эпоха синтеза, эпоха Троицы. Вот. И следующий раз, я сейчас завершаю, и следующее мое сообщение, оно будет о том, нужен ли России славянский видизм. Спасибо, если есть вопросы. Скажите, пожалуйста, в итоге, вы можете сказать, что мы не знаем, что такое человек? Говорим, человек, человеческое, а что такое человек, мы не знаем. А вы знаете, что вы отметили точно, что эта тема неизвестна. Но в русском космизме есть ответ на этот вопрос. Значит, в русском космизме есть два направления. Одно связано с Землей, планетный космос Николая Федорова. Есть небесный космос над нами, не планетный, а нормальный, который вы видите. Вот Ян Иванович Калтунов, учение «Клубокосмос», которое представляет, это вот внешний космос. И у нас есть характеристики, связанные вот с этим, с небом и землей, самосознание в одном учении Федорова и в нашем учении. А объединяется учение неба и земли, послушайте, учение неба и земли. Объединяется нечем тем, вначале Бог создал небо и землю, да? Кто создал небо и землю, да? Это ориентир. Я говорю, мне задали, что такое человек. Нет, не знаю, никто. Так я вам отвечаю на этот вопрос, вы дослушно не хотите. Итак, один из важных, выдающихся мыслителей нашего времени, Константин Эдуардович Солковский, говорил о воле Вселенной и причине Вселенной, причине космоса. Вот причина космоса, значит, это вот как раз начало неба и земли. А главным здесь является человек. Что такое человек? Человек определяет Солковский. Он говорит, человек это гений. Все, что сделано вокруг, это сделано гением человека. То есть человек, если человек создает гениальное, это и есть признак человека. Я не знаю, если что-то рядом еще найдете с определением человека, то пожалуйста. Спасибо. То есть он гениальный, ты сознательный человек, что это, да? Вы знаете, что человек скрытый, а вы разве не найдете в себе, вы не гениальны, но вы не найдете, как вы там морковку чистите или там салат готовите? То есть это... Салат готовили? Да. А? Попались? Ну ладно, то есть гений это то, что включает в человеку, это то, что включает в этой данности гениальность. Вот это и есть человек. Спасибо. Да, спасибо большое.